Телекомпания «Атрар», генеральный спонсор Народный банк Казахстана и спонсор серии газеты «Айгак» представляют. Третий год войны. Год, когда противостояние достигло предела. Чемкент уже не просто город. Это машина, которая работает с одной целью – помочь фронту. Заводы. Люди засыпают прямо в цехах и через несколько часов тревожного сна возвращаются к станку, чтобы снова и снова работать. Для фронта. Для победы. Город собирает деньги. По копейке от каждого. Металлурги мечтают, что в бой пойдет их танковая колонна. Сельчане надеются, что в бой полетят их самолеты. Денег катастрофически не хватает. Чемкентский горосполком в парке культуры и отдыха проводит народные гуляния. Все деньги, вырученные на праздники, передают детям, потерявшим родителей на фронте. В парке проводят специальную выставку трофейного немецкого оружия. Искореженные автоматы вселяют уверенность. Мы победим, если будем вместе, если потерпим, если соберемся для удара. Чемкент вновь отправляет на фронт солдат. Чемкент колосында күнді мобилизация болып жатты. Ол кезде біз жас едік. 17 жасады. Он сөзге жаңадан шығамыз тағым кездерет. Мені декабрды 42-шылы сағырды. 43-шылы Яноварда алып кетті. Соғыстың действуя армияда 3 жыл жүрдім. 3 жылдың 1 жылы түгін Передовой линияда жүрдім. Передовой линия деген бет-бет соғыстырамыз. 43-й год начался наступлением под Сталинградом. Великая победа досталась огромной ценой. Сотни, тысячи жизней. За Родину, за землю, за свободу. С гранатой под танк врага бросился наш земляк Кырсабай Спатаев. Он был первым южноказахстанцем, удостойным звания Герой Советского Союза. Посмертно. Я была в окопах с бойцами. Танк идет, земля дрожит. Земля бьет, как невозможно. Внутри, как ртуть, все дрожит. Меня кричали «Мензурка! Мензурка! Мензурка!» Командира нашего убила. «Мензурка! Заряжай и стреляй». Танки идут. Я стреляла по танкам. Защитники Сталинграда, возвращаясь в памяти в огненный 43-й, вспоминают, что когда появилось время перевести дух, они с ужасом заметили, от красивого города, где дома все были высотные, остались одни руины. Все трубки и подвалы в Сталинграде до сих пор помнит наизусть сестричка Полина Осокина. В руинах она искала раненых. До того страшно было, что даже станешь перевязывать, и руки трясутся. Я первый орден получила славы за то, что я спасла 324 человека, или 25 вот так, вот. На поле боя перевязала их, нашла, перевязала и вытащила с оружием. Слушаем, где свинтовку, где с автоматом, где кто. Вытащила в безопасное место. Сталинград. Самая большая гордость. Советский солдат доказал всему миру, что нет той силы, которая может сломить любовь к Родине. Нет той силы, которая может остановить солдата, идущего в бой за свою землю. Они зверски-зверски, понимаете, сражались еще, понимаете. Но все равно перед нашими воинами это было бесполезно уже. Бесполезно. Потому что каждый был уже настолько, настолько озверевший, настолько он, понимаете, уже, ну, как сказать, вот его преданность, его, значит, ну, коммунисты там, комсомольцы, комсомольцы, вот сейчас мы плюем на них, понимаете, так? А это ничего не надо, не надо об этом говорить даже, понимаете, так? Вот все, все это было организовано, все это было, значит, сделано так, что, значит, все, накрыли их и точка. В окопы Сталинграда в начале 43-го из родного Чемкента привезли подарки. Посылки собирали всем городом. Именной поезд воинам Сталинграда от Чемкента отправился на фронт. Теплые вещи. Продукты защитникам Сталинграда везли с особой гордостью. Город знал, что в большой победе есть и его вклад. Люди относились очень хорошо. У кого что было, такая беднота. Ну, нету ничего, понимаете? Хлебу, очереди стояли за хлебом. Ну, несли люди кто что мог. Бабки вязали, прям довязывали носки, складывали все это дело в посылочки или там в ящики, если много. Все это дело собирали, машины на машины грузили и все отправляли туда. Эшелон стоял на вокзале, на станции. Враг был очень силен. На Германию работала вся Европа. В 43-м немецкие газеты радостно заявляли, мы собираем силы и летом Советский Союз будет сломлен. К позициям врага подвозили и подвозили боеприпасы. В бой вступали новые силы. Резерв был и у Советского Союза. Было объявлено о мобилизации женщин. Лидия Табагобилова вспоминает, что когда ее призвали в армию, не было даже женского омундирования. Приехала туда, одни мальчишки, девчонок нету. Ночь моя была первой ласточкой, потом образовался батальон девушек. А девчата все красавицы. Прям кровь с молоком. Женщины не хотели жалости, не хотели отсиживаться в тылу. Они рвались на передовую. У меня голова, меня тошнило. Я сама думала, вот сейчас упаду. Первый раз увидеть столько смертей. Но потом думаю, ну нас же сюда послали, ведь я же сюда стремилась. И надо что-то делать. Я потом врача спрашиваю. У нас три человека, там человека было, из медсанбата, передовая эта группа называется. И я четвертая. Я говорю, доктор, а есть где-нибудь дом, где не умирает? Я хотя бы пока там привыкну. Он говорит, видочка, нету такого. Женские батальоны, женские полки, женские дивизии. В Москве был сформирован знаменитый Таманский авиационный полк. В 43-м году впервые в небо поднялась Мария Романчук. Ребята на передовой знали, что летают девушки-летчицы. И вот один из артиллеристов написал и прислал наш полк такое стихотворение. Гремит война, и небо разрывается. Враг оборону Родины прорвал. Над нами превосходством измывается. Девчонки хрупкие садятся за штурвал. И каждый раз, начиная неизвестность, подстерегала их сквозь мракопелену. Какое мужество, какая беззаветность быть в воздухе, мишенью всю войну. У самолета ни брони, ни скорости, фанера тонкая, да краска и перкаль Ведут их девушки, исполненные скромности, им жизнь за Родину отдать не жаль. Враг называл их ночными ведьмами. Своё официальное имя женский полк получил от Таманского полуострова. Там был самый страшный в жизни Марии Романчук бой. Самолет, возвращавшийся с задания, беспощадно обстреляла артиллерия. Разговор со своим штурманом после обстрела Мария Яковлевна помнит слово в слово. Лети молчим, она говорит, ты жива там? Я говорю, жива, а ты жива. Ну давай, говорит, помолчим. Потому что когда это всё было, не обращали внимания, что с нами будет. Нам были вырваться из этого ада. Прилетели, наш самолет был изрешечён. Я и сам бы с тобою слетал, Да с рассветом мне в мой уходил. Я и сам бы, любимый, сказал, Чемкенского хлебзавода в начале 43-го на фронт ушли 8 красавиц. Мария Маскалюк стала зенитчицей. Их необстрелянный батальон бросили под Курск. Там по замыслу врага должно было состояться решающее сражение войны. Курску были стянуты огромные силы. Как только объявят тревога, мы становимся, И ещё не видим врага, И ещё не знаем, когда уже бои идут, Уже мы слышим грохот. Зубы не попадают. Всё время скулы болят, дрожат. И никогда не верьте никому, что не страшно. Очень страшно. Все мы очень боимся. Но как только мы открыли огонь, Лично наша батарея открыла огонь, Уже здесь страха не видно. Уже здесь забываешь о страхе. Только одно цель, Только одно подача, Чтобы беспрерывно шла стрельба, Чтобы ты чувствовал, что ты что-то выполняешь. Рядом с Курском, под Прохоровкой, Где состоялось самое крупное в истории Второй мировой танковое сражение, Располагался 221-й полк, В котором служил Амин Акбердиев. Бои, когда, казалось, вся земля Сотрясается от грохота и взрывов, Амин Зурхарнаевич вспоминает с гордостью. Ни на один метр не отступил пулеметчик Из своего окопа. Храброму солдату тогда не было еще и 17-ти. Чтобы попасть на фронт, Он добавил себе 2 года. Страна была в опасности, и дети забывали о возрасте. В 15 лет цель завода пресс-автоматов Пришел Базарбай Ирсальев. Дорога на завод из маленького дома на окраине Занимала несколько часов. 15-ти летние мальчишки и девчонки работали так самоотверженно, Что в 43-м наш завод пресс-автоматов занял в социалистическом соревновании Второе место среди всех заводов Советского Союза. Уже после войны Базарбай узнал, Что делал на заводе детали для гвардейских минометов, Тех самых «катюш», которых так боялся враг. Смелый замысел командования, Самотверженность тыла, Мужество солдат и та самая удача, Которая по закону справедливости Должна была помочь ведущим священную войну, Привели к победе под Курском. Для Эджана Бекназарова Эта победа стала первой передышкой За долгие полгода на войне. Казан айын, 42-шылы, Казан айыннан санаса, 43-шылы, науру заиняши ин, Алтай бойы, не бен шешу дегенді, Адам қысап жуну дегенді білмедік. Біз соншалықты жадайы көштік, Басқа соғысының қауіпін бұлай олған, Оздында, Яғы біздің үстіміз, Түріміз, Адам келметіне, Зорға келетін дейді. Оны үстіне, Біз соншалықты жадайы көріпінді. В 43-м году в тылу врага началась еще одна война. Партизанская. Десятки. Сотни партизанских отрядов действовали в Белоруссии, на Украине, на Смоленщине. Красные партизаны не давали спокойно спать. И на той территории, которую враг уже считал своей, взрывали вагоны со снарядами, уничтожали каратели и оставались неуловимыми. Это была настоящая народная война. Связной партизан София Риука было всего 9 лет. Отец посмотрел на меня, ничего не сказал. Не могу. И вот мне приходилось. Помогали, стали помогать партизанам. Гоняли коров в лес недойных, чтобы они молоко подоили, чтобы было на чем кашу сварить. Носили пшено, если было. Картошку летом. Несколько грядок сажали. То же самое. Но как? Докладывала я партизанам, где, в каком доме находятся немцы. Чем занимаются. Сводки госархива. В партизанских отрядах были тысячи казахстанцев. Каждый из них спас сотни жизней. 12-летняя девчонка пробежала к нам в отряд. И говорит командиру, что так и так. Проехали каратели. Всех согнали в сарай. Хотят сжигать. Ну и здесь командир отряда, значит, боевую тревогу. А у нас был, значит, снайпер. И командир говорит, вот видишь, а уже один немец зажал факел и хотел поджигать сарай, где находились эти мирные люди. Ну, снайпер его снял, и мы тут с лесу. Ура! И пошли косить. Подожгли две машины фашистам. Они на двух машинах убежали. Ну, мы спасли этих жителей. Никто не погиб. Там было в сарае 220 человек. С двух сторон страна теснила врага. Летом Красная Армия пошла в наступление. После Курска солдаты освободили Орел и Белгород. Впервые на Красной площади в Москве страна салютовала своим храбрым воинам. Каждый их шаг был подвиг. Кровопролитные бои. В родном Чемкенте появились 44 могилы умерших от ран в госпитале Героев Великой Отечественной. В битве за Днепр 12 южноказахстанцев были удостоены звания Герой Советского Союза. Первый из трех своих орденов славы получил Карабай Калтаев. Герой Советского Союза Три огненные коды, сражавшиеся с врагом, ждали помощи от союзников. В 43-м году на конференции в Тегеране Америка и Англия наконец-то объявили об открытии Второго фронта. Федор Борзенко, охранявший участников знаменитой Тегеранской конференции, вспоминает, что отношение союзников к Советской Армии после побед 43-го изменилось кардинально. На нас возложили охранять посольство, то есть там, где остановился Сталин и Рузвельт. Рузвельта, значит, по рекомендации Сталина, тогда, значит, было, значит, это... Разведка работала и сказала, что готовится покушение на Рузвельта. Сталин предложил ему, чтобы он остался в нашем посольстве. Он согласился и остался. Выходит, мы охраняли двоих. И Рузвельт, ну, у него своя охрана, естественно, у них, да, а у нас своя охрана Сталина охраняли. После Сталинграда, Курска, Орла, Киева ощущение жуткого напряжения потихоньку отступило. На фронт пришла любовь. Хотел решить. Думаю, может, завтра убьет. Но хотелось любить. Хотелось любить. Особенно, когда влюбишься в любимого человека, любишь. Конечно, легче было на войне быть на фронте. Нина Павловна и Борис Федорович познакомились в окопах под Смоленском. Там же сыграли свадьбу. Мне со склада начальник штаба выписал немножко продуктов. Салы, консервы. Ужин все принесли. Потом мы поймали рыбу на вага. Но не мы, а ребята. И много. Мы так наварили это еще и рыбы нам приготовили. Все там было. Столб прекрасный. Ребята поиграли. Это же при музводе. С музыкантом. Поиграли. Пришли девочки у меня со штаба. Еще были. Наш командир был. Хорошо было. Мне нравилось. Мне очень осталось в жизни воспоминание хорошее об этой свадьбе. Или потому, что она у нас навечно получилась. За них, родных, желанных и любимых. Таких, врачи, пулеметчик, за синий хвоточек, что было на плечах дорогих. 1943 год. Переломный год войны. Угнанная с Украины в Германию, Вера Красикова о победах Красной армии и Тегеранской конференции узнала по радио, которое на фабрике, где работали пленные, соорудили члены французского подпорья. Группа была раскрыта. Всех бросили в тюрьму. Когда осудили всех, и нас, как сказал мне гестаповец, теперь ваша тут сладкая жизнь кончилась в тюрьме, а теперь вам начнется настоящая жизнь. Мы сейчас пересылаем вас в штрафлагеря. Ну и вот, и значит, я говорю, как долго, спросила у него, он говорит, пока ты скажешь, миру праху моему, фридомит моему изузах, фридомит моя наша, вот я просто помню его. Самодовольная армия Гитлера, которая все еще контролировала 30% территории Советского Союза, кичилась своей силой. Заводы в Германии, рудники во Франции и на Украине, пополнение из Румынии и Венгрии. Что мог противопоставить военной машине врага Советский Союз? Мужество, храбрость и беззаветную верность родине простых солдат. Страна собралась для решающего удара. Так начался 44-й год. Спонсор серии газета Айгак. Генеральный спонсор проекта Народный банк Казахстана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok